Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя. 54. Лучшая цена в джинс-банке. В октябре джинсы по 890 рублей. Торопись, можешь не успеть. Торговый центр Микс Аленка Антей. Один человек погиб в ДТП на южном обходе Кирова. Там водитель Киа Спектра врезался в автобус ПАЗ. Подробности этого и других происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла в четверг днем. На южном обходе Кирова пенсионер 50-го года рождения резко выехал на встречку. Водитель автомобиля Киа Спектра, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автобусом ПАЗ, который не является маршрутным транспортным средством. В результате мужчина, который управлял Киа, погиб на месте. Сейчас следователи проводят проверку. Выясняется, почему водитель Киа Спектра выехал на встречную полосу. В Вятских полянах на улице Ленина водитель Рено Логан врезался в ладу 14-й модели. У машины в кузове хэтчбэк раскололся бампер и разбились задние световые приборы. Повреждения на иномарке посерьезнее. Помимо пластмассовых и стеклянных деталей, придется заменить и некоторые элементы кузова. В Кирово-Чапецком районе неустановленный водитель 14-й неудачно догнал классику 7-й модели. Обе машины получили повреждения. После ДТП виновник аварии оценил масштаб происшествия и решил уйти по-английски. Сейчас беглец в розыске. Гололёд стал причиной ДТП на улице Менделеева. Там водитель Ауди пытался повернуть на неровном участке дороги, но почувствовал, что машина не управляется. И на марку Юзом понесло прямо настоящий автобус ПАЗ. Легковой автомобиль буквально вошел под пассажирский транспорт. По данным ГИБДД в этой аварии пострадавших нет. Два локальных происшествия стали причиной затора на улице Карла Маркса. Сначала женщина-водитель малолитражки перед поворотом не пропустила другую автоледи на серебристой иномарке. Последнее авто пролетело перекресток на желтый сигнал светофора. Пока водительницы обменивались любезностями, на перекрестке произошел еще один конфуз. Водитель кроссовера буксировал Ладу, но в самый неподходящий момент трос оборвался. На пересечении улиц возник дорожный коллапс. Впрочем, вскоре оба автомобиля уехали. Тем временем участники ДТП решали вопросы о перемещении своих авто. Водитель седана вызвала эвакуатор, а водитель малолитражки позвала на помощь товарищей. Матис оттолкали к обочине. Сергей Пичугин, место происшествия.